Кошкинское интернет-телевидение 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 Огонь и сила Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! В этом слове источник силы. Повторяем вперед, Россия! 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 В этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя. Поднимаем Россию и знания. Вперед, Россия! В этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя. Поднимаем Россию и знания. Ванюша, иди к нам сюда. Это наш самый юный хоккеист. Дорогие гости, мы просим вас в честь сегодняшнего события расписаться на клюшке нашего самого юного хоккеиста с пожеланиями будущих спортивных достижений. Большое спасибо! Ванюш, что нужно сказать? Он еще самый маленький наш. Наш многолетний партнер сделал очередной подарок. Очередной подарок жителям Самарской области и многих-многих регионов нашей страны, где работает эта компания. В ней такой принцип. Там, где работаем, там строим, помогаем, развиваем. И вот сейчас в Кошках появился великолепный физкультурно-оздоровительный комплекс. Более 450 миллионов рублей стоит этот подарок. Но дело не в деньгах, а дело в его содержании, потому что появился очень важный спортивный, культурный и образовательный объект. Здесь можно будет заниматься различными видами спорта, здесь можно будет играть в шахматы, в бильярд, можно будет проводить досуг. И это украшение, конечно, не только для кошек, это украшение для всей Самарской области. Не все города у нас сегодня еще имеют такие физкультурно-оздоровительные комплексы. И вот мы очень рады, что сегодня имеем возможность здесь вместе с вами участвовать в его торжественном открытии. Владимир Иванович, огромное спасибо за ту большую благотворительную работу, которую проводит ваша компания. Это идет от сердца, идет от души. И мы очень благодарны, что появляются с вашим участием построенные детские сады, школы, дворцы культуры. И вот такие великолепные физкультурно-оздоровительные комплексы. Много делается в Самарской области сегодня для развития спорта. Вообще спортивные объекты появляются сейчас как грибы после дождя практически в каждом городе, в каждом населенном пункте. Это и бассейны, и ледовые дворцы. Это политика, которую проводит правительство Самарской области во главе с Николай Ивановичем Меркушкиным. И тоже я хочу, Николай Иванович, поблагодарить вас за такое отношение к здоровому образу жизни, за развитие физкультуры и спорта. Это крайне важно сегодня. Это то, что сегодня Людмила Остребовано, то, что мы все долгие годы ждали. Я поздравляю всех Кошкинцев с этим великолепным подарком. Я уверен, что он будет всегда полон детьми, взрослыми, что всегда здесь будет стоять детский смех, что всегда здесь будет культ здорового образа жизни. И, может быть, из этого дворца когда-то выйдут настоящие олимпийские чемпионы. Тем не менее, всех еще раз поздравляю и в добрый путь. Мы предоставляем слово губернатору Самарской области, Меркушкину Николаю Ивановичу. Уважаемый Михаил Викторович, уважаемый Владимир Исупович, уважаемые жители Кошкинского района, гости. Я уверен, здесь наверняка сегодня и соседи есть. На самом деле, сегодня очень большое событие. Я вспоминаю, когда мы начинали этот объект, сколько тоже было здесь людей. А предварительно мы принимали решение, подписывали соглашение в Москве с Викторией Исуповичем. Я звонил оттуда Владимир Николаевичу. И он еще хотел, чтобы сразу полный был комплекс, или только лед, или только универсальный зал. Я ему говорю, заглашайся, давай, чтобы было и то, и другое. В итоге мы сегодня, когда на вертолете облетали, увидели всю эту красоту. Огромный комплекс для районного центра, для района. Для, может быть, не только района. Вот я был недавно в Сергиевске. В Сергиевске говорят, вот мы в Нурлат ездили на лед кататься. Теперь будем ездить в Кошки. Просят, правда, этим самым меня не в некой мере упрекают. Придется ездить в Кошки, покататься на льду. Мы там тоже скоро будем строить. Но, конечно, это в отдаленном районе, на границе с областью. Мы знали, что вы последние 10, может быть, 12 лет, многие ездили в Нурлат для того, чтобы попробовать лед, бассейн, универсальный зал. Теперь все это есть у вас, у себя. И вы этого заслужили. Принимая это решение, наше мнение совпало с Лукоилом. И Лукоил очень хотел, чтобы здесь был этот объект. И мы хотели, чтобы именно в Кошках был построен первый такой крупный, мощный, в отдаленном районе объект. Почему? Потому что вы хорошо работаете. У вас хороший урожай. У вас пашется же земля. У вас много закуплено сейчас техники. Развивается животноводство. У вас людей очень знаменитых много. Людей, которые любят землю и любят свою работу. У вас герой, в честь которого, ведя и в честь которого, здесь он вырос, воспитывался, в честь которого назван город в стране, и где базируется наша чуть не основа российского северного флота. И, конечно, мы хотели бы, чтобы здесь продолжалась жизнь. Она точно будет. Будут победители, Михаил Ильич, точно будут олимпийские чемпионы. Почему? Они еще не... Не было еще Ледового дворца. Они настолько активно готовились к этому, что летом, или не летом, в марте, по-моему, в конце марта мы подводили итоги турнира по кожаному мячу, и у них младшая группа кошкинцев заняла первое место. Так это, да? Вы? Или не вы? Вы? Что-то вы так даже, в ура, можно было крикнуть. Нет, самим хоккеистам. Вот и тренер, помню, да, во-во-во. И стали уже чемпионами области. Вот это возрастная группа. Конечно, из них могут вырастить мастера самого-самого высокого класса и радовать не только кошкинцев, но и всю страну своими победами. А так, самое главное, созданы условия для того, чтобы на самом деле растить здоровые поколения, сильные духом, упертые, упорные, трудолюбивые и конкурентоспособные. Успехов вам всем, благополучия кошкинцам, добра, счастья и мира нам всем. С праздником вас! Мы предоставляем слово президенту компании «Лукойл» Олег Первову Вагиту Ясуковичу. Уважаемый Михаил Викторович, Дмитрий Иванович, уважаемые жители Копкинского района, для нашей компании это счастье, когда выражаете на них данные объекты в тех поселениях, в тех городах, где мы ведем свою активную деятельность. Мы никогда не разделяли работников компании «Лукойл» от вычислений, от врачей, от жителей тех населенных пунктов, где мы работаем. Мы одна семья, мы делаем все вместе одно дело. Это дело имеет главную задачу. Создать хорошие условия для наших людей, создать хорошие социальные условия для проживания и сделать людей чуть-чуть счастливее, а детей здоровыми, красивыми, чтобы они смотрели будущее с уверенностью и понимали и были уверены, что они думают, что они заботятся, им создают и будут создавать все условия для их хорошего развития, как спортивного, так и в учебе. Я хочу поблагодарить вас, жителей Кошкинского поселения, потому что здесь многие стоят наши работники. Вот это единение, которое у нас есть здесь, дает возможность компании и добывать нефть, не мешая сельхозпроизводителям вести их работу. Мы сочетаем все вместе. Это и есть залог наших будущих успехов. Еще раз, Николай Иванович, спасибо вам за то, что вы создали нам здесь условия для нашей активной деятельности. Наступает торжественный момент. Уважаемые гости, Михаил Викторович, Николай Иванович и Магик Юсукович, мы просим вас передать символический ключ от уникального спортивного комплекса нашему прославленному спортсмену, мастеру спорта по лыжным гонкам, Элекину Александру. Победа – мы достигаемся к новым вершинам и победам. Недаром он назван «Победа» в честь победы наших детов и прадедов. И пусть наше юное поколение побеждает в спортивных кристаллищах. С праздником, уважаемые кошки! Спасибо вам, дорогие гости! И мы приглашаем вас на экскурсию по нашему уникальному спортивному комплексу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА